Сбор сейчас начнётся, а вы чем заняты? Недавний выход Call of Duty World War II вызвал очень противоречивую реакцию. Ругали как саму игру, так и её историческую достоверность. Но про игру мы, пожалуй, сегодня не будем, а вот про историческую достоверность расскажем подробнее. Так что подписывайтесь на канал Комбо Брейкер и... приятного просмотра! Это приказ! Первое, что вызвало вопросы в мультиплеере игры, это возможность играть за женщин и негров. Да, выбор полой расы персонажа появился в Call of Duty далеко не сегодня, но в игре, претендующей на сколько-нибудь реальные изображения событий Второй мировой войны, негры-нацисты смотрятся слегка странно. Самое удивительное, что темнокожие бойцы в реальности и правда сражались за Гитлера. Правда, было их совсем немного. Почти все они были французскими гражданами и происходили из заморских колоний. После успешного завершения войны против СССР немцы планировали вторгнуться на Ближний Восток. И поэтому заранее заботились созданием особого штаба Ф из уроженцев Арабского Востока и Африки. В общей сложности в нем состояло 6 тысяч человек, главным образом арабов. Эти части очень недолго повоевали против Красной Армии зимой 1942 и 1943, а затем служили в Африке и на Балканах. В 1944 году Североафриканский легион из 300 человек воевал во Франции против местного сопротивления. Женщины в нацистской форме на фронте тоже воевали, но они были столь же редким явлением, что и негры. Их использовали в качестве зенитных расчетов, да и то лишь в последние пару месяцев войны. На что они надеялись? Другая странность, которая особо бросается в глаза в последний Call of Duty, это нацисты с советскими автоматами ППШ. Но то, что выглядит как страшный ляп и халтура, на самом деле не так уж и далеко от правды. В 1941 и 1942 годах Вермахту досталось множество ППШ в качестве трофеев. Это были отличные для своего времени автоматы, и пускать их на переплавку было бы глупостью. Так что советский пистолет-пулемет вовсю использовался в Вермахте и СС. Немцы даже наладили серийную переделку шпагиных под патрон парабеллум. В войсках СС трофейные ППШ долгое время были вторым по распространенности пистолетом-пулеметом после собственных шмайсеров. Немцы очень ценили советский автомат за высокую плотность огня и большую емкость магазина. Некоторые солдаты даже целенаправленно стремились раздобыть себе трофейный шпагин. Кстати, в Нормандии 1944 года воевало несколько дивизий, выведенных именно с Восточного фронта. Наличие у них ППШ вполне вероятно и не требует никаких специальных объяснений. Третья странность, над которой насмехались игроки, — это коллиматорный прицел на оружие Второй мировой, который можно встретить в мультиплеере. На самом деле, изобрели его довольно рано. Прототип современного коллиматора запатентовали в самом начале 20 века. Во Вторую мировую такие прицелы использовались на кораблях, в артиллерии и авиации. Однако на ручное оружие коллиматорный прицел поставили уже в конце 1945 года, когда боевые действия прекратились. Так что добавили его в Call of Duty исключительно для того, чтобы заставить игроков на него копить. А у нас на этом пока все. Не забывайте ставить лайки, если нравится, и подписываться на канал Комбо Брейкер. А также нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео. Скучно не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok